Археологическая экспедиция Челябинского фонда культуры полевого сезона, а он еще не кончился, работа проделана огромная. Открытые челябинскими учеными редкие малоизвестные памятники дали новый материал по истории нашего края в эпоху средних веков. Именно здесь подтвердилась гипотеза о проживании в этих местах аскизов, которые были наняты монголами для охраны торговых путей. Те же самые курганы, которые вы сейчас смотрели, они двуслойные. Первый курган сооружался в эпоху бронзы в 15 веке до н.э. и там жило индоиранское население. Затем эти курганы были использованы уже в эпоху средневековья. В них прямо в эти курганы были впущены средневековые могильные ямы, причем это население мадьеры, это 9 век нашей эры уже, это мадьеры, предки современных венгров. Вообще всю территорию Восточной Европы и Зауралия, лесную зону, лесостепную часть, занимал гигантский совершенно угорский массив и финно-угорский. То есть чуваши, они конечно родственники венгров, безусловно, но прародиной их является более, собственно венгров, является более восточной территорией, территорией, связанной с уральским регионом. И может быть даже за Уралью, точнее. За вашей спиной, Станислав Аркадьевич, какие-то события происходят, на мой взгляд, важные. Я прав? Это наш фотограф Сергей Марсович Арканов. Он готовит к съемке достаточно любопытный объект. Мы вот с таким объектом сталкиваемся впервые. Вот это называется, у археолога, это называется линия мингиров. Она из себя представляет значительное количество камней, которое вытянуто в одну линию. Направление этой линии показывает на закат Солнца, точку заката, захода Солнца на линию горизонта в день летнего солнцестояния. Причем отклонением, вот в мере Льбусоли идет, ну где-то 2,5 градуса всего. Вот в такой точностью это все делалось. Вот. Причем, что любопытное, само расположение камней, это не просто указание на направление. Сначала идет серия мелких камней, потом идет группа из трех крупных камней и завершается, затем опять идут крупные камни и завершает композицию группы из трех крупных камней. Причем центральный камень этой группы, он обложен внизу четырьмя маленькими камнями. Естественно, это несет в себе какой-то такой символический смысл. Кроме научных целей, эта экспедиция решает еще несколько задач, которые к науке имеют, ну скажем так, опосредованное отношение. Первое. Проведение охранных археологических раскопок, точнее вынос их с территории строительства дороги, которую ведет здесь Обавтодор, и именно он должен по закону для этих целей предоставить средства. И вторая задача. Выполнить цикл охранных мероприятий, уже открытых памятников истории, для потомков. К сожалению, современная наука не в состоянии увидеть раскопку на 100%. Поэтому наиболее редкие и ценные памятники необходимо оставить будущему поколению, которое сможет прочитать и понять больше нас с вами, используя научно-технический прогресс, который нам пока неведом. И охранять приходится не только от мероприятий современной проминдустрии, но и от местных варваров. Охрана – это не только вот, что человек с ружьем охраняет здесь памятники. Нам приходится чаще всего сталкиваться просто с тем, что люди не знают, что такое памятник, для чего ведутся раскопки, и ради чего, собственно, нужно действительно заниматься охраной памятников истории и культуры, и что они из себя представляют. Поэтому чаще всего нам приходится заниматься просвещением и рассказывать, какую ценность имеют вот эти памятники, вот эти вещи для людей, для общества, для науки. Вот сейчас параллельно с раскопками археологи начали археологическое обследование этого района. Урал – река магистральная, и поэтому здесь люди жили во все исторические эпохи, и причем происходило активное перенаселение, переселение людей и из лесной зоны степную, и из районов Прикаспия на Урал. И очень много памятников археологии вот сейчас обнаруживается именно вот в этом микрорайоне, в районе Агаповских гор. Вот мы посмотрели памятник природы Аблязовский, Луга, там тоже по берегам реки Гумбейки, на слиянии Гумбейки и Урала много стоянок каменного века, поселения эпохи Бронзы. Каждый такой памятник – это своего рода исторический источник. Это дописменный период нашей истории, истории человека и природы, и мы не можем, так сказать, написать эту историю, не изучив ее археологическими методами. Других источников информации у нас по этим историческим периодам нет. А говорят, что прочитать мы можем только один раз ее, правда? Да, совершенно верно. То есть специфика археологической науки состоит в том, что изучая памятник, как бы прочитывая этот памятник, мы его одновременно и разрушаем. Существует иллюзия о том, что погребение, скажем, с золотом, с серебром – это достаточно большая редкость. Но существует у людей, конечно, иллюзия, что вот сейчас взлохматим курганчик, и там что-то такое хорошее будет. А в реальности они копают вот рядовой курган, такой же простой, нормальный человек, у которого нет в погребении ничего такого ценного, до железа, которое не очень хорошо сохраняется. Ну, вещи ломаются. Ну, прошлый год копали курганы, они все были ограблены где-то в 70-е годы. Вещи мы находили уже не в могильных ямах, а выброшены прямо в отвали. Это, видимо, агаповские хлопцы, да? Да, агаповские. И безусловно. Причем, что странно, мы здесь, здесь это получило несколько большее распространение, чем в тех районах, где мы работали прежде. Честное слово, услышав такое из уст ученого Григорьева, мне стало стыдно за своих земляков, хотя я родился вовсе не в агаповском районе. И местным, так называемым, любителям старины, я бы хотел сказать следующее. Уважаемые, что о вас подумают потомки, которые точно установят дату разорения кургана, Лето 1996 года нашей эры.